Что такое n в квадрате? Это n умножить на n. Ну, давайте числа будут у нас целые. Может, было бы и дальше, если доска не кончилась. Но думаю, что система будет понятна даже вот здесь. Поехали. 0 умножить на 0 – это 0. 1х1 – 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Это я просто так хорошо помню таблицу умножения. Надеюсь, что большинство присутствующих тоже помнят. Хотя, если не помните, это не страшно. Просто можно действительно нарисовать, посмотреть, посчитать. Это как раз не проблема. Интереснее другое. Увидеть… Вот это, например, вы, наверное, не помните уже. Хотя пройдет несколько лет, и тоже, наверное, наизусть запомните. Какая-нибудь понятная лакономерность есть? Да, прошу. Есть. Чтобы найти, как раз, сложить число, которое вы хотите, как его умножить на предыдущее и прибавить его к водородку. Ну, я не очень понял, что вы сказали. Но мысль такая. Следующее число как-то очень интересно связано с предыдущим. Нужно найти квадратный к водородку, например, чтобы нужно сложить… Нужно сложить 3 и 4, получится 7 и квадратный к водородку. И вот это число. Вы говорите, что нужно найти сумму чисел. 9, 3 и 4. Да. Давайте проверим, как получить 81. 64 и 8, 72, 72 и 9, 81. Отлично, вы абсолютно правы. Давайте это запишем в виде формулы. Вот смотрите, у нас есть число n, дальше у нас есть число n плюс 1, под числом n написано n в квадрате, под числом n плюс 1 написано n плюс 1 в квадрате. И вот вы утверждаете, что верна такая формула, что, например, 9 это 4 плюс 2 плюс 3. То есть вы утверждаете, что n плюс 1 в квадрате это n в квадрате, n и еще n плюс 1. Это действительно так. Давайте, во-первых, это запишем чуть-чуть другим образом. Запишем это так, n в квадрате плюс 2n плюс 1. То есть, смотрите, если вы хотите получить вот это число 121, то на самом деле вы должны взять 100, удвоенное вот это число и прибавить единичку. Так, теперь давайте я объясню, почему это так всегда при любом этом. Я даже не буду расчерчивать на клеточке. Вот представьте себе, что это какой-то квадрат со стороной n. Тогда понятно, что всего в нем n квадрат клеточка. А что такое квадрат со стороной n плюс 1? Очень просто. Очень просто. Когда вы посмотрите на квадрат со стороной n плюс 1, будет, во-первых, вот эта вот одна угловая клеточка, будут n вот таких клеток и будут n вот таких клеток. Так замечательно. Это как раз и есть n плюс n плюс 1. Ну или по-другому, n плюс 1 горизонтальная клетка, n вертикальная. Это то, что нам надо. Отлично. Эту формулу мы доказали. Что еще, кроме этого закона, вы видите? Я имею в виду, что такое квадрат? Нет, квадраты, да, вот этот квадрат. Конечно, так до бесконечности может быть. Это я все понимаю. Видна ли еще какая-нибудь симпатичная закономерка? Да? Я знаю. Я даже дальше знаю. Я даже знаю, сколько будет 21 в квадрате. 441. Но вот такие факты, это не очень интересно. Да? Вражное число, вот, допустим, 0 и 1. Да? Величивается на 1. 1 и 4, 3. Потом и так, и дальше. Правильно. На самом деле, то, что мы здесь получили, это как раз и есть вот этот вот замечательный закон. Смотрите, здесь разность равна единице, здесь разность равна трём, здесь пяти, здесь семи. Вот вы про это говорите, да? Да. Да, но это и есть та формула, которую мы доказали. Ребята, давайте я еще все-таки одну формулу вам скажу, потому что, мне кажется, она здесь симпатичная. Что будет, если брать разность не через один, не соседних, а вот так? Не соседние числа, а через одно. Посмотрим. Здесь какая будет разность? Три. Четыре. Здесь какая будет разность? Восемь. Восемь. Здесь какая будет разность? Двенадцать. Вообще, когда берешь из числа n плюс один в квадрате, вычитаешь число n минус один в квадрате, сколько получится? Четыре n. n плюс четыре. Смотрите, вот скажем здесь, из восьмидесяти, вот восемьдесят один, а здесь сто двадцать один. Какая разность? Н в квадрате. Ноль. Разность ноль, ничего? Сорок. Сорок, конечно. Здесь, конечно, разность сорок. А вот между этими числами какая разность? Разность с сорок восемь. Сорок восемь. Кто догадается, какая здесь формула? Это восемь. Да? Каждая разность увеличивается в четыре. Правильно. Каждая следующая разность, вот, например, вот эта разность, это сорок четыре. Каждая следующая увеличивается на четыре. Это правильно. А как написать в яхтуббире вот эту формулу? Равно n плюс четыре. Неверно. n умножить на четыре. Равняется n умножить на четыре. Давайте поймем, почему это так. На самом деле, это очень легко понять. Мне кажется, проще всего, если нарисовать картину. Вот здесь вот нарисована формула, что такое n плюс один в квадрате, да? То есть мы взяли квадрат со стороны n и такую каемочку у нас с шириной 1. А теперь я нарисую тот же самый квадрат со стороной n плюс один, квадрат и изменился. А вот возьму не квадрат со стороной n на n, а квадрат размером n минус один на n минус один. У меня здесь нет клеточек, поэтому может быть не робот получается. Но, надеюсь, все понимают, да? Вот это сколько? Два. Нет, не два. Это, конечно, один. Потому что здесь вот еще один и вместе будет два, да? А теперь вопрос. Сколько клеток в каемке? 4n, вы абсолютно правы. Это очень легко объяснить. Дело в том, что вот здесь n минус один. В каждой такой штуке n минус один. Значит, надо взять четыре раза n минус один. И еще прибавить четыре угловых. Это будет 4n минус 4 плюс 4, то есть 4n. Между прочим, можно было то же самое рассказать и по-другому. Вот, смотрите, если заштриховать вот такую полоску, то в ней будет ровно n клеток. Согласны? Да. Замечательно. А дальше, смотрите, если взять такую полоску и повернуть, она перейдет в такую. А если еще повернуть, в такую. А если еще повернуть, в такую. То есть при поворотах мы получим сколько? 4n. Ровно 4n. Так, давайте я уберу вот эту штучку и наоборот оставлю. Итак, вот, есть такой прямоугольник размером 1 на n. И таких прямоугольников, очевидно, 4 штуки. Значит, мы с вами нашли еще одну форму. Разность между соседними квадратами это 4 умножить на n. Где n, это вот смешанность местописи между ними, да, в середине. То есть, когда берешь n плюс 1 в квадрате, вычитаешь n минус 1 в квадрате, то получаешь 3n. Кстати, у нас по ходу дела, если приглядеться, то получается еще одна важная формула. Давайте я ее все-таки напишу, потому что она очень-очень важна. Что такое n минус 1 в квадрате? Сможете сразу сказать или наддуйте? Если раскрыть скопки, что будет? Это прямоугольник, это площадь внутреннего квадрата. Что? Это площадь внутреннего квадрата. Это не площадь внутреннего квадрата. Смотрите, n минус 1 в квадрате, это на самом деле вот такая штука. Это вот тот квадрат, который на этой картинке. Представьте себе, что мы знаем, представьте себе, что мы знаем вот это число n в квадрате, мы знаем число n, а хотим найти, чему будет равно n минус 1 в квадрате. n квадрат, где кто эти? Минус 2n плюс 1. Минус 2n плюс 1. Давайте объясню на картинке, почему это так. Посмотрите, если мы хотим найти площадь этого квадрата, мы можем сделать следующее. Мы можем взять n квадрат, это площадь вот такого квадрата, все видно, да? Отрезать n клеток, еще отрезать n клеток, а после этого заметить, что вот эту клеточку мы отрезали 2 раза, а надо было сколько? Один раз. Вот такая формула тоже есть. Заметьте, пожалуйста, все эти формулы на самом деле надо обязательно сейчас записать, и, уверяю вас, для школы они очень-очень-очень вам пригодятся. Это то, чем очень... Дело в том, что когда ангелем занимаешься, то, конечно, иногда приходится возводить и в третью степень, да, может быть, когда-нибудь вам придется даже и в пятую степень развести. Но вот в квадрат приходится возводить просто очень часто. Поэтому такие формулы, их надо просто что-то наизу исполнить, потому что часто это приходится делать.